Вчера после обеда территория торгового дома Айян-Пасаша пустела как никогда. Всех покупателей эвакуировали, автомобили с парковки отогнали на безопасное расстояние. Подъездные пути перекрыли лентами. Вокруг магазина выстроились автомобили пожарных, медиков и полицейских. Причина не учения, а анонимное сообщение в полицию о заложенном взрывном устройстве. На подобных объектах с массовым пребыванием людей периодически проводятся отработки, и в том числе по данным случаям, также по возможным пожарам. Поэтому персонал как бы свои действия знает по эвакуации людей. Все эти моменты все отработаны. Ждать саперную группу пришлось недолго. К поиску взрывного устройства привлекли даже специально обученную собаку. Ведь площадь крупнейшего магазина города 18 тысяч квадратных метров. Здание осмотрели, бомбу не обнаружили. Настала очередь искать анонимного заявителя. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 39-летний житель города Семей. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Какие мотивы были у иногороднего жителя, не уточняется. Однако известно, что за необдуманное действие ему грозит до 5 лет лишения свободы. Это уже второе ложное сообщение об акте терроризма в Тимиртау за неполные 4 месяца текущего года. Екатерина Чеснокова, Сергей Баданин. Новости Тимиртау.